Выники Международного тыдня финансовой письменности детей и молоди подвели у Могилёве. Подчас его для школяров и студентов были организованы лекции, дыспуты, выставы и конкурсы. Финалистов запросили Уголовное управление Национального банка по Могилёвской области, где показали, как работает сучастная финансовая установа. Вели гутерку про обеспечную экономику и первый капитал. Основная же тема со встречи стала Денаминация 2016. Международный тыдень финансовой письменности. Четвертый год ведучая Банки Краины отчиняют веры для школьников и студентства. 2016-й в пылном сенсе знаковый для Банковского осяроди. Минус 4,0. У лепени Беларусь поступово пачне переходить на новые гроши. Банкеры подкресливают, Денаминации не треба бояться. Это просто черговый виток у развития национальной валюты. Темой недели была выбрана предстоящая Денаминация беларуского рубля. Это, казалось бы, такая серьезная тема, как заинтересовать детей. Но нашли свои подходы, придумали различные викторины, игру. Детям было очень интересно. Я думаю, что свою информацию они с удовольствием донесут до своих одноклассников, до своих родителей. Сумна тут никому не было. Малые переканались. Банк — это не только личба. В целом, по области утыдни финансовой письменности приняли удел полторы тысячи навученцев. Специальности запотрабованы у банковской сферы, специфика работы и элементы корпоративной этаки. А подчас интеллектуальной гульни, что декали, навученцы проверили веды по истории развития национальной валюты. Седа Каспарова, Павел Савицкий, Дианис Бутылин. Новины. Регион.